друзья добрый день сегодня 10 августа и пришла пора снять очередное видео ну я не снимал видео поскольку никаких не было серьезных так скажем поводов а сегодня как раз я иду к врачу буду смотреть что он там с ромбозом вот и будет видео из двух частей сейчас я расскажу о гистологии которые мне прислали по результатам операции значит прошло 28 дней после удаления представительной железы сейчас я уже более менее так сказать хорошо восстановился и могу вот вам рассказать о этом протоколе называется так это протокол прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного скобочках операционного материала сначала конечно считаешь ничего не понятно но потихонечку как с помощью интернета начинаешь понимать о чем речь ну конечно многое тут я не специалист но основные идеи понятны значит что в этом документе написано ну тут всякие подробности про меня когда был произведен забор материала то есть дата забора материала по данным направлением 13 июля время 00 часов 12 хотя время непонятно материал достали на 10 процентов растворе нейтрального формалина в общем это так для любопытных дата поступления материала 14 07 12 37 так ну дальше вот простота мама описание вернее макроскопическое описание простата семенными пузырьками размерами 6 на 6 с половиной на 4 сантиметра если это размер простаты то потом объем простаты вычисляется как перемножить все вот эти размеры и умножить на 0 пятьдесят двадцать три получится объем простаты сантиметров кубических у меня получился 8158 это несколько отличается от того что показывала узи узи по моему было 110 сантиметров но это наверно не принципиально но тут дальше что-то написано правая доля 1-4 апекс базис 5-7 семенные пузырьки 8 передняя часть 918 честно говоря не стал разбираться думаю не принципиально жировая клетчатка еще была значит им предоставлена размерами 3 на полтора на 0 7 сантиметров тоже ни о чем не говорится ну то есть кусочек жира от простаты дальше вот идет интересно это микроскопическое описание правая доля апекс без опухолевого роста базис без опухолевого роста права операция правой доли вот и картина железистой фиброзно-мышечной гиперплазии потом левая доля апекс без опухолевого роста базис без опухолевого роста б 321 семенной без опухолевого роста В препаратах левой доли картина железисто-фиброзно-мышечной гиперплазии, атрофии, хронического воспаления, фокусы фи-грейт-пин, определяется рост асценарный аденомокарциномы 3 плюс 3 равный 6 под глисону с признаками лимфофосудистой перевоскулярной и перинервальной инвазии, локализованной в пределах простаты. Ну вот для меня самое важное тут и понятное, это 3 плюс 3 равный 6 под глисону, это показатель раковых клеток, которые там обнаружены, то есть это самые-самые такие начальные стадии, самые неагрессивные клетки рака, и то, что локализовано в пределах простаты. И тут последний пункт, в препаратах тазовых лимфоузлов выявлено 6 лимфоузлов без опухолевого роста, что тоже в общем-то меня радует, то есть в лимфоузлах тоже опухоль незаметна. И дальше идёт заключение, ацинарная аденокарцинома простаты 3 плюс 3 равный 6 под глисону, локализована в пределах простаты. Края резекции и лимфоузлы без опухолевого роста. Это вот то, что я говорил, хирургический край без опухоли, значит вся опухоль осталась в пределах простаты. И это, так сказать, внушает надежду, что я про этот рак забуду уже надолго. И дальше идёт тут обозначение буквенное, которое в принципе тоже повторяет всё это, то, что я сказал. Вот P, T2, N, 0, MX и дальше 81.40, дробь 3, C61. T2 это как раз означает, что опухоль не выходит за пределы простаты. N0 это означает, что лимфоузлы не повреждены, не поражены. И MX о том, что наличие метастазов неизвестно. То есть, ну, можно считать, что метастазов нет. То есть, если была там другая буковка, то значит метастазы есть. Вот, собственно, это всё заключение. То есть, главная задача, которая ставилась, это вот удалить раковую опухоль, она вроде как выполнена на результате этого заключения. Теперь мне остаётся просто вот ждать, наблюдать. То есть, через 3 месяца, ну, уже через 2, сдать анализ на ПСА и потом периодически его контролировать. Если путь ПСА низкий, то значит никакой патологии нету, и потом рецидива никакого нету. То есть, сейчас вроде даже мне не надо ходить ни к какому врачу, ничего не надо, нигде, так сказать, к местному урологу ходить, потому что всё вроде как идёт своим чередом, и всё нормально. Вот, собственно, это меня... Я сначала тоже, когда получил это заключение, не сразу его, так сказать, решился открыть, потому что всегда, так сказать, страшно прочитать чего-нибудь такое нехорошее. Но, в принципе, сейчас, в общем-то, нормально всё. Теперь, что по поводу недержания. Недержание, так сказать, продолжается, но наметились определённые сдвиги. То есть, я, с одной стороны, как-то пустил это дело на самотёк, типа, в надежде на то, что оно само собой как-то отрегулируется, потому что мне была сделана нервосберегающая операция, и по заверениям врачей всё должно было, так сказать, наладиться в ближайшие несколько дней. Но оно не наладилось. Вот, поэтому я стал изучать всё-таки, что такое упражнение кегель более детально, хотя, вроде как, я это знал. Вот, нашёл несколько интересных статей, как обычно, почему-то, на зарубежных ресурсах. У нас очень мало информации на эту тему. Вот, понял, как эти упражнения делать правильно, понял, в каком их надо делать, так сказать, количестве, сколько раз в день. И сейчас намечаются определённые сдвиги положительные. То есть, я сейчас могу уже задерживать, так скажем, мочеиспускание. Раньше было, как вот сидишь, например, или там в машине едешь, потом встаёшь, и обязательно порция, так скажем, выливается. Но сейчас уже получается задерживать вот эту вот порцию и доходить до туалета. Это, так сказать, большой прогресс. Вот, соответственно, подгузников тратится чуть-чуть меньше, ну, наверное, на одну штуку в день. И, то есть, это тоже внушает надежду, что потепенно ситуация исправится. А вообще, прочитал очень много отзывов, ну, в основном тоже вот на зарубежных сайтах, о том, что это недержание у многих продолжается очень-очень долго. Ну, я пришёл к выводу, что, скорее всего, там пишут люди, у которых это вот недержание не прекратилось, и поэтому люди отчаялись и вот пишут эти вот комментарии. А те, у кого всё наладилось, те просто даже не заходят на эти ресурсы и не ищут информацию, и, соответственно, там нету ни одного такого отзыва, типа, что у меня всё наладилось там через 3-4 дня или через месяц. Поэтому, ну, вот, в принципе, как и у меня. То есть, сейчас я ищу информацию, я зашёл на этот ресурс. Но если бы у меня всё было нормально, я бы и там и не появился, и у меня всё хорошо, что мне там что-то искать и писать какие-то комментарии, только совершенно случайным образом. Поэтому вот надо быть, конечно, к этому готовым, что это, так сказать, не 2-3 дня и не неделя, а чуть-чуть побольше. Ну, и сейчас я собираюсь идти к флебологу, и потом, продолжу это видео, расскажу, что мне сказал флеболог, и как я вообще со своим тромбозом, так сказать, жил вот эту неделю. Не прощаюсь. Добрый вечер. Это продолжение видео. Ну, сейчас уже вечер у меня. Это продолжение видео. Я сегодня сходил к флебологу и проверил свой тромбоз ещё раз. В общем-то, тромбоз полностью рассосался, его нету. И, как сказал доктор, тут важны две составляющие. Правильная назначенная терапия и то, что пациент выполнял, поставленную перед ним задачу. То есть была задача физические нагрузки, и эти физические нагрузки я выполнял. То есть я ходил по 5-6 километров, не спеша, в совершенно спокойном темпе. Какие-то дни ездил на велосипеде, тоже в очень комфортном режиме. Но главное движение. Мышцы работают, мышцы сокращаются, воздействуют на вены, кровоток улучшается, скорость крови увеличивается, и воздействие на тромб тоже становится более эффективным. И постепенно тромб рассасывается. Ещё доктор сказал, что, скорее всего, этот тромб у вас образовался уже после операции, и он был свежим, поэтому так быстро рассосался. Если бы он был уже такой устоявшийся, то он бы уходил гораздо медленнее. В общем, я доволен, что всё это так хорошо закончилось. Нога у меня практически не болит, но мешает, так сказать, нормально быстро ходить компрессионный чулок, то достаточно так и туго обхватывает ногу. Ну, рекомендацию мне вот написал врач по-прежнему носить компрессионное бельё. Второй степени компрессии в дневное время. То есть это я ношу на той ноге, на которой был тромб. И вместо уколов клексана я буду теперь принимать таблетки. Эликвиз 5 миллиграмм два раза в сутки. В общем-то, и нога у меня стала подниматься. Та, которая вот, это тоже левая, та же нога, которую я не мог поднять после операции. Теперь с утра я её поднимаю довольно свободно. Есть ещё, конечно, определённая такая трудность, но в целом видно, что всё идёт на поправку. То есть, в общем-то, доктор, я с ним поделился своим опытом, что я вот посмотрел то видео, это видео, там вот рекомендации были. И что ходить надо достаточно много, и на велосипеде полезно ездить. Он мне, так сказать, пожурил о том, что вы можете смотреть всякую ерунду, слушайте меня, и этого будет достаточно. Но тут я с ним не согласен, потому что, всё-таки, мне кажется, если выбирать информацию и смотреть не всех подряд, так сказать, никаких-то, ой, самопровозглашённых, так скажем, флебологов, а нормальных врачей, если смотреть, так сказать, несколько их видео, анализировать, что они говорят, как это соотносится с тем, что тебе сказали здесь, что ты, какую информацию ты уже получил ранее. Ну, то есть, я думаю, можно найти адекватных врачей и адекватные советы. В принципе, вот советы ездить на велосипеде и ходить достаточно много. В принципе, там были конкретные рекомендации, что вот надо ходить по 3-4 километра. То есть, это всё, в общем-то, сработало. Поэтому на данный момент осталась одна проблема. Это недержание мочи, которое тоже постепенно улучшается. Удержание улучшается. И тоже поделюсь своим опытом, потому что я начал делать упражнения, и начал делать их упражнения кикерик, такие знаменитые, которые все рекомендуют делать, но редко кто описывает, как их делать правильно. В общем-то, я нашёл информацию, нашёл несколько видео, почему-то, как обычно, в англоязычном, так скажем, сегменте. И, в общем-то, стараюсь делать по этим видео, и прямо чувствую определённый успех. Поэтому в следующий раз, наверное, уже будет видео о том, когда будут какие-то существенные сдвиги именно в этой области. А так, если кто смотрит это видео впервые, то это целый плейлист о том, как я заболел, обнаружил у себя рак предстоятельной железы, как я его успешно вылечил. Я считаю, успешно вылечил, я прям подчёркиваю, потому что пока у меня нет никаких оснований говорить другое. Успешно вылечил. И как я восстанавливаюсь. То есть, смотрите, смотрите весь плейлист. Я думаю, что многим это будет полезно, тем, кто столкнулся с этой проблемой впервые. Сначала она просто вводит в стопор, и кажется, что это вообще конец жизни. Но это не так. То есть, всё можно решить, и достаточно быстро, и успешно. В общем, всем пока. Пишите вопросы, буду отвечать. В общем, всем здоровья, и до встречи через какой-то неопределённый промежуток времени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok